Вы не знаете, почему большинство права очков имеет какое-то садомазое отношение с властью? Ну, типа, как можно любить и ненавидеть одновременно? Это же звучит как безумие. Ну, во-первых, все люди с антидемократическими взглядами, они так или иначе вынуждены просто так себя вести, потому что это при демократии ты можешь на власть влиять и её выбирать. А без демократии тебе приходится мириться с тем, что вот какая власть есть, такая и есть, тебе с ней и приходится взаимодействовать. То есть, как бы она там не вела бы деструктивную политику, но вот есть только такая власть и другой как бы нету. А она могла появиться только в результате тех вещей, которые в правоцкой парадигме они осуждаются. То есть, это революции, любые революции в правоцкой парадигме они осуждаются. Это демократия, это выборы тоже они осуждаются в правоцкой парадигме, поэтому им ничего не остается делать, кроме как вот так вот со всем этим делом мириться. Ну, и есть ещё один нюанс очень важный. Многие право очки, они росли в неполной семье, где не было отца. То есть, там женское воспитание, нехватка мужского и, соответственно, власть для них это вот есть тот самый отец, которого им так в жизни не хватало. Отсюда и, соответственно, желание крепкой руки, диктатуры партии там какой-нибудь, вождя, царя, неважно, да, самодержавия. Но вот есть здесь определённая такая взаимосвязь, на мой взгляд.